Капка деленная на 4, а здесь 29 плюс 5 деленная на 4. 34 на 4, 8 с половиной. Еще раз обращаю ваше внимание, чтобы никаких лишних линий не было. Все лишнее сотрите. Дальше, если вы помните, мы откладывали длину рукава. Еще раз обращаю ваше внимание, от какой точки откладывается длина рукава. Вспоминаем, мерку длина рукава мы снимаем от какой точки? От конечной точки плеча. Конечная точка плеча соответствует высокой точке оката, О2. Значит, соответственно, от этого уровня мы и откладываем. Раз мы провели длинную вертикаль из точки О3, следовательно, по ней от точки О3 мы откладываем 56 см длину рукава. Это будет точка М. 56. От О3 56. Дальше, через точку М мы должны влево провести горизонталь, которая определяет ширину рукава внизу. Это какая мерка? Обхват запястья. Обхват запястья, не кисти. Обхват кисти, если вы возьмете 17 см, то вы не сможете надеть этот рукав. Необходим обхват запястья. У нас нет застежки в узком рукаве. То есть 22 см мерка обхват запястья. Но мы же строим в половинном, в сложном виде рукав. Значит, делим пополам 11 см. Из точки М влево проводим горизонталь длиной 11 см. Точка М1. Точка М1. И выполняем скос низа рукава от 1,5 до 2 см. От чего зависит эта величина и вообще, что это такое. Вот рукав, узкий рукав, как я уже говорила в самом начале урока, он должен повторять форму руки. Когда вы снимаете метки, вы должны на это обратить внимание. В принципе, абсолютно любая свободно опущенная рука, она на уровне локтя имеет какой-то изгиб. Преломляется рука. У более сутулых фигур, она, как правило, более согнута в локте. У перегибистых она более прямая. В зависимости от этого вы берете какую-то величину. Мы сейчас с вами возьмем 2 см. Вообще от 1,5 до 2 см. А вы пока думайте, если рука больше согнута в локте, то нужно брать меньшую или большую величину. Я еще к этому вопросу вернусь. Итак, из точки М1 вниз опускаем вертикаль длиной 2 см. Точка М2. Точку М2 соединяем тонко с точкой М. Наклонная линия низа рукава. И с точкой РЛ. Ту же М2 точку с точкой РЛ. Собственно говоря, опять же мы получили базисную сетку рукава в сложенном виде. Только узкого рукава. Он у нас уже имеет наклон. Отличается от предыдущего. И мы знаем, что в узком рукаве у нас еще присутствует локтевая выточка. Следовательно, нам необходимо найти линию локтя. Но на самом деле, на практике, при снятии мерок, при необходимости, если вы видите какой-то дисбаланс, то вы можете снять эту мерку от конечной точки проектированного плечевого шва до выпуклости локтя. В принципе, эта величина рассчитывается как длина рукава, деленная пополам, плюс 5. 56 пополам, плюс 5. 33 см, которые мы откладываем от точки О3 вниз. Итак, от О3 вниз, потому что именно это уровень высокой точки оката. 33 см, точка L, через которую проводим тонкую горизонталь. Ну и теперь, конечно же, мы должны показать эти выпуклости локтя. То есть, по линии переднего переката, если вы посмотрите на чертеж и на руку, то, естественно, имеется прогиб. И по линии локтевого переката тоже прогиб. Это не могут оставаться такие прямые линии, как мы с вами их оформили. Они должны иметь прогиб. Сначала работаем с линией переднего переката. Там меньшая величина прогиба, берем 1,5 см. И, пожалуйста, основным пунктиром, покажите вам для удобства работы, в первом чертеже мы так показываем, линию переднего переката рукава соединяет точки РП, Л1, М, только на уровне линии локтя. Линия должна быть осноровлена, угла не должно быть. Собственно говоря, как в основе блузы у нас на фигуре нет углов, так и в рукаве то же самое. Дальше выполняем прогиб по линии локтя. Итак, обозначим точку пересечения линии локтя. И проведенной прямой линией это точка Л2, от которой влево откладываем 1,5 см, точка Л3. И так же основным пунктиром соединяем Р2, Л3, М2. Вот теперь контур чертежа больше похож на руку, то есть более плавные линии. И мы приступаем с вами к построению верхней части оката рукава. Здесь все один в один, почти, как в прямом рукаве. Итак, для начала находим точки 1 и Р3. От точки РП вверх откладываем 5,6 см. Напоминаю, эту величину мы взяли с основой блузы. 5,6 точка 1. От точки РЛ вверх 7,6 точка Р3. 5,6 от точки РП вверх 7,6 от точки РЛ вверх. Так как вы уже знаете дальнейшее построение чертежа, через эти точки Р1 и Р3 вы можете провести горизонтали влево и вправо по 0,5. 5,6 и 7,6. Итак, справа точка 1 штрих, слева 1,2 штриха. Относительно точки Р3 наоборот. Слева Р3 штрих, справа Р3,2 штриха. Дальше находим точки О5 и О6. Итак, О2,О4 делим пополам. Знак деления обозначает точкой... Простите, О6. О2,О4 делим пополам. Точка О6. Которую тонко соединяем с точкой Р3 штрих. Не ошибитесь, пожалуйста. Эта линия выходит за пределы варисной сетки. Дальше О2,О3 делим пополам. И от точки деления вправо откладываем 2 см, точка О5, которую соединяем с точкой Р1 штрих. Опять же, внимательно, эта линия также выходит за пределы базисной сетки. Затем проводим бисектрисой из угла О5 длиной 2 см, а вообще до 2,5 см. Это будет точка 2. И из угла О6 1 см, а вообще до 2,3 см. Пожалуйста, поставите. Из угла О6 1 см, а из угла О5 2 см. Спасибо. У вас стажерки были на прошлом или позапрошлом? Не на треном, да? Вообще не было. О5 2, да? Из О5 2, да? Дальше нижнюю часть оката рукава строим. Итак, от точки РП влево мы должны отложить половину ширины проймы плюс отрезок 1,1 штрих, то есть 6,5 см. От РП влево 6,5 см. Точка Г2, которую в свою очередь соединяем с точкой Р3 2 штриха. И этот отрезок делим пополам, и этот отрезок делим пополам, точка 4. Итак, Р3 2 штриха соединяем с точкой Г2. Отрезок делим пополам, точка 4. От РП влево 6,5 г2, г2 соединяем с Р3 2 штриха, делим пополам, точка 4. Из точки 4 восставить перпендикуляр длиной 2 см, точка 5. Ну и соответственно, точка 8 нам необходима. Это бисектриса прямого угла длиной 2,9. То есть, бисектриса с полочки 2,4 плюс 0,5 это отрезок 1,1 штрих. Основным пунктиром также показываем нижнюю часть, а как рукава. Двякин, тарелок, 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 тарелок и тарелок. Тарелок 2,4. 8,2,9. Так, Бурьянова. Дворьяновкина. Бурьновская. Вот Диятанова, Оксана, она больше не будет, да? Отheid. Ну, в нее, как развертит. Отheid. Так. Так. Об話 делается отсюда. Кол saddleistine здесь. Кол familiarity здесь. Тарелок здесь. Кол постоянно здесь. Колстрою. Сква идет по стелям такие вот эта. П Kokos. Смотрите продолжение в следующей серии.